В этом году очень плодотворно мне удалось поработать. Все то время, которое было отнято от всех остальных дел, ушло, естественно, в работу. Я выпустил под закат года очередной релиз своей операционной системы для работы, которая пока не публична и не знаю, станет ли публична. Это отдельный вопрос. Собственно, в вопросах и ответах по этому поводу вопросы есть. Но еще кое-что можно сказать достаточно однозначно. У меня появился новый заказ, он тоже появился под закат этого года. Меня попросили сделать еще одну систему. Еще одну универсальную операционную систему. Это Болджин Оз, знаменитый Болгин Оз, который просто украл Убунту и переделал все логотипы и все копирайты, просто сделав и выдав это за свою систему. Господин Попов тогда учился в учебном заведении, в котором ему удалось обмануть всех преподавателей и даже, видимо, каких-то чиновников. И поэтому получилась шумиха, которая очень быстро разбилась, так сказать, об истину, о правду, об людей, которые понимают, что к чему. Но, тем не менее, я шучу про Болгин Оз именно потому, что, по сути, я просто буду делать свою универсальную систему на базе Дебиана. Но только не собираюсь это скрывать. Это действительно будет, по сути, Дебиан. Только в нем будет некоторое количество моего софта. И это будет быстро устанавливающая система, предназначенная для того, чтобы очень быстро разворачивать рабочие станции десятками и сотнями. Ну, во всяком случае, задача передо мной поставлена такая. У этой системы гораздо больше шансов появиться в свободном доступе гораздо раньше, чем у той системы, о которой до сих пор я говорил. Потому что первая система узкая специально для одной конкретной конторы. Вторая, в принципе, универсальная. Это тоже одна из задач технического задания. То есть, это должен быть дистрибутив, не привязанный ни к чему. Ничего там сверхинтересного на самом деле не будет. То есть, это будет все равно просто Дебиан 10. Я выбрал именно эту систему, потому что я в ней лучше всего ориентируюсь. Я лучше всего умею ее кастомизировать. И она только-только вышла. И ее поддержка не прекратится еще 5 лет. Поэтому мне очень удобно будет строить свой дистрибутив именно на Дебиан 10. Отличия от 10 Дебиана будут в том, что... Ну, давайте так. Так, вообще, если честно, если смотреть на вещи как бы открыто и нормально, то любой дистрибутив Линукса по большому счету в той или иной степени болген ОС. Разница болжена с чем-либо другим в том, что Попов скрыл от всех тщательно тот факт, что она базируется на каком-то другом дистрибутиве. Любые настоящие дистрибутивы, соблюдающие лицензии в этом смысле, просто честны. Они говорят, что там Ubuntu базируется на Дебиане. Вот мы берем первый релиз Ubuntu. А это, если память мне не изменяет, был дистрибутив Ubuntu 4.10. Там, я напоминаю, нумерация дистрибутивов идет просто год точка месяц. Поэтому Ubuntu никогда не была первой версии. И самая первая версия ее была 4.10, если я не ошибаюсь. Но в любом случае Ubuntu 4.10 была. Если мы ставим Ubuntu 4.10, то мы видим что? Мы видим Linux с Debian-овским установщиком, который после установки выдает нам операционную систему в виде графического окружения Gnome, где это везде написано. Там даже логотипа Ubuntu в гномовском меню не было. Там была гномовская лапка. И все стандартные программы типа G-Edit и так далее, и так далее. То есть это фактически, ну, поставьте на Debian Gnome и будет ровно то же самое. Разница только в том, что обои рабочего стола были Ubuntu, а не какие-то те, которые были в Debian. Чем в этом смысле Debian, вернее, чем в этом смысле Ubuntu отличался от Bolginos? Да ничем. Только тем, что он не скрывал, что это по сути просто переработка Debian. А сейчас, конечно, Ubuntu ушла далеко вперед. Там все сильно отличается уже от Debian-овских внутренностей. Но, тем не менее, любой дистрибутив Linux, так или иначе, это набор стандартных компонентов, плюс там 2-3 каких-то уникальных программы, которые там каким-то образом работают. Вообще, дистростроительство сейчас, да и всегда, в общем-то, велось вокруг того менеджера пакетов и того, соответственно, сервера с дистрибутивами, на котором, в общем-то, строится дальнейшая работа с этим дистрибутивом. То есть, будь то Arch, или Red Hat, или Fedora, или CentOS, или, не знаю, Slackware даже, или там что-либо еще, все равно это набор одних и тех же компонентов, более или менее. Только там разные команды для установки этих компонентов. И поэтому фактически создается менеджер пакетов, затем создается репозиторий, из которого менеджер пакетов эти пакеты может вставить в каждую конкретно установленную систему, и все это оформляется в виде поставки или, без перевода, как у нас говорят, дистрибутив. Дистрибутив что такое? Это дистрибьютив, то есть распространяемое, не более того. И в этом смысле Болджин ничем не хуже всего остального, если бы он честно говорил, на чем он базируется. Он был бы нормальным, полноценным дистрибутивом Linux, таким же, как все. Но, к сожалению, вот Попов пошел немножко по другой дорожке, которая оказалась кривой и вывела его, в общем, никуда. Я же, тем не менее, пытаюсь сделать дистрибутив, который будет также иметь незначительное отличие от того, на чем он будет базироваться. Его основная задача устанавливаться не больше трех минут и без какого-либо участия пользователя. То есть нажал «Установить» с загрузочной флешки, условно говоря, загрузился. Нажал «Установить» и через три минуты можно работать в готовом рабочем столе. Это, кстати, естественно, делает несколько шагов назад с точки зрения функциональности. То есть вряд ли я буду делать там поддержку возможности установки его параллельно с другими операционными системами. То есть это будет дистрибутив, который будет автоматически находить жесткий диск и будет сразу туда устанавливаться целиком и полностью сам, не проверяя, есть ли там кто-то еще. Это тоже часть технического задания. Но главное, что после этого он сразу взлетает и работает. Там есть весь нужный набор софта, который меня попросили, чтобы там был. Поэтому, в принципе, для людей, у которых есть опыт в Linux, этот дистрибутив совершенно никак не интересен, ничем не полезен и не нужен вообще. Но для людей, которые, допустим, совершенно с Linux не знакомы и хотят с чего-то начать, я считаю, это вполне мог бы быть неплохой старт. Я, конечно, объявлю через какое-то время, где этот дистрибутив можно скачать, как только он пройдет, соответственно, технический контроль заказчика. И заказчик скажет «Да, это хорошо». Идея будет такая, что это все равно остается Debian, в котором просто будет какое-то количество моего предустановленного софта. Аналогов, которому по какой-то причине либо нет в Debian, либо, скажем так, он слишком сложен, аналогичный софт. И пользователи хотят просто более простые версии этого софта. Ну, простой первый пример сразу это, собственно, клиент удаленного рабочего стола RDP. Потому что люди часто используют клиентские станции на Linux, чтобы ходить в удаленный сервер, скажем, на Windows Server 2019, на котором стоит там 1С или еще какая-нибудь ERP-система. Ну и вот для этого им нужен какой-то простой клиент, который легко может, например, сохранять подключение. Та же ремина, которой очень многие пользуются, у нее куча всяких разных недостатков, которых я все время слышу. Тут и там. И вот заказчик попросил меня сделать что-нибудь с реминой. Самое простое, что можно сделать с реминой, это удалить ее и установить вместо нее что-то другое. Я уже написал графическую оболочку для FreeRDP. FreeRDP утилита консольная. Моя версия клиента позволяет просто подключаться к удаленному рабочему столу, используя их с FreeRDP, но в виде небольшой графической утилиты, которая фактически повторяет внешний вид майкрософтовского МСТС-С. И дает возможность сохранять подключение не просто как ярлыки внутри программы ремина, что неудобно для большинства юзеров. В винде ведь как? Вы, если сохраняете подключение, то это отдельный файлик. Файлик с расширением RDP, который ложится к вам на рабочий стол. И в Linux рабочий стол немножечко по-другому устроен концептуально. То есть иногда это просто отображение папки, но зачастую это все-таки фактически виджет, на котором у вас лежат ярлыки, которые являются файлами с расширением десктоп. Ну, кто в Linux шарит, я думаю, понимает о чем я. Вот моя программа при сохранении подключения просто создает файл десктоп, в котором в качестве команды уже написан весь ярлык для XFreeRDP с соответствующими параметрами, которые вы выбрали, чтобы сохранить в подключении. Ну и вот, собственно, добавить особо нечего. То есть вы сохраняете подключение, у вас тут же на рабочем столе появляется этот самый ярлык. И дальше двойной клик по этому ярлыку тут же открывает вам RDP, не открывая вам больше ничего дополнительного. Теоретически, наверное, такой клиент можно найти в Linux и так, но мне было быстрее написать свой. Я потратил на это буквально два часа, и вот он есть. Так что да, он есть в стандартной поставке этого моего дистрибутива. Ну и так далее. То есть там будет, наверное, что-то еще. Сейчас пока это единственное, что я уже сделал. В общем, если кому-нибудь будет интересно, я потом об этом тоже скажу. Это будет свободно распространяемый дистрибутив. Он будет лежать, скорее всего, на моих серверах. На GitHub такие большие блобы просто обычно не хранят. Под это дело, кстати, я сейчас собираю новый сервер, поэтому да, репозиторий будет собственный. Ну, разумеется, там будет какой-то аналог Девиановского апта. По сути, там останется апт. Возможно, будет как-то по-другому называться. Поэтому просто устанавливать софт можно. Это первый момент. И второй момент, который я уже тоже сделал. Это тоже пункт технического задания. Система должна обновляться только тогда, когда мы этого захотим. То есть мы, я имею в виду, я и заказчики, а не пользователи в данном случае. То есть поймите правильно, почему это делается. Просто потому, что рассчитано, что этот дистрибутив в первую очередь будет устанавливаться на клиентских машинах-заказчиках, где сидят там какие-то девочки-продавщицы, которые вот в этом всем не секут. И та же Ubuntu, которую сейчас они используют, она зачастую мешает выскакивающей надписью о том, что доступно обновление. Кроме того, многие, наверное, из вас не понаслышке знают, что Ubuntu обновления зачастую заканчиваются ничем. Так же, как и у Windows 10. Зачастую обновления заканчиваются тем, что система больше не грузится. Идея в том, что моя система делает определенный шаг назад. Она не рассчитана на то, что это будет многопользовательская система. Она рассчитана на одного пользователя на одном ПК. Она не будет предлагать вводить логин-пароль при включении и так далее. Опять же, многие посчитают, что это не секурный, и такой дистрибутив никому не нужен. Правильно, вам не нужен. Есть люди, которые его очень хотят. Поэтому расчет будет на то, что мы будем знать набор софта, который там стоит. Система будет автоматически общаться с моими серверами после установки. И при каждой загрузке будет запрашивать, нет ли там нового пакета обновлений. И пакет обновлений – это не обязательно набор софта. Это, скорее, даже набор команд, чего мы хотим доустановить тем же Debian'овским аптом, чтобы было у юзера. Обновление будет происходить безо всякого участия пользователя вообще. Ну, это примерно как обновляется в Винда. То есть, вы просто перезагрузились, а она вам говорит, извините, подождите, идет обновление. Единственное, что я однозначно буду рассчитывать на то, что такие обновления не могут занимать там дольше 2-3 минут. Опять же, потому что специфика. Заказчик говорит о том, что компьютер после включения… Что такое включение компьютера? Это значит, человек пришел на работу, это значит, у него стоит очередь перед ним, и люди уже стоят с деньгами и хотят, чтобы он им что-нибудь там выписал. Человек должен включить компьютер и выписать. Он не может включить компьютер и ждать, пока у него 10-20 минут будут устанавливаться обновления. Его просто начнут бить. Вот чтобы этого не происходило, обновление будет происходить дозированно только тогда, когда мы посчитаем нужным и так далее. Но это в принципе никак не исключает того, что этот дистрибутив подойдет для любого желающего просто пользоваться простым рабочим столом на подобном Linux дистрибутиве. Ну, короче, вот такая фигня. Если кого-нибудь из вас эта ерунда заинтересовала, я буду держать в курсе. Джон Кармак, хороший ник, спрашивает. Здравствуйте, Дмитрий. Какое ПО вы разработали за 2019 год и что планируете создать в следующем году? Заранее благодарен за ответ. Ну, ПО-то я разрабатываю исключительно для нужд своей конторы, поэтому, наверное, никакого интереса оно вне этой экосистемы не представляет. Не наверное, а точно не представляет, потому что оно очень специфично заточено под те задачи, которые передо мной стоят. Это всевозможная обработка бухгалтерских документов, это всевозможные дополнительные утилиты к моей операционной системе, которая тоже сама по себе за пределами нашей экосистемы не имеет большого смысла. Не так давно меня спрашивали на стриме, когда же я уже ее опубликую, и как я уже объяснял тогда, тут проблема даже не в том, что там что-то не готово, там все готово, прекрасный релиз, но дело в том, что сама суть этой системы, она заточена под, так сказать, вполне конкретную экосистему, и без этой заточки она бессмысленна. То есть, понятно, что мы работаем с очень конкретной ERP-системой, потому программы, которые там есть, взаимодействуют с этой ERP-системой. Даже если бы это была 1С, все равно это была бы уже какая-то специфика, а тут программа, которую используют буквально 3-4 компании в мире, и мы одна из них. И суть этой операционной системы – помогать людям работать с этим прикладным софтом, который тоже, в свою очередь, у нас практически кастомный, самописный, поэтому есть ли смысл вообще публиковать эту систему – непонятно. Но как концепция, в конце концов, это просто действительно некий такой РДП-клиент с кучей обвесов, построенный на Линуксе, поэтому, в общем, конечно, такая технология применима для любой конторы, которая более или менее по такой же схеме работает. Но с течением времени я затачиваю все больше и больше эту систему под конкретные нужды конкретной компании. И, скажем, сейчас мне было бы уже трудно просто очистить эту систему от реквизитов, доступа в базу данных с конкретными IP-адресами, логинами и паролями, которые уже зашиты в эту систему. И понятно, что я не могу зарелизить в общий доступ систему с этими реквизитами, а без этих реквизитов, по сути, она просто не работает. Так что, не знаю, очень трудно ответить на ваш вопрос. С одной стороны, софта я понаписал много всякого разного, с другой стороны, рассказать особо не о чем. Вот такая вот получается странная ситуация. Но, тем не менее, какой-то софт я выкладываю, кассовая программа у меня, в общем-то, и то она тоже очень заточена под нашу. Но более или менее я стараюсь оставлять ее универсальной, хотя бы как пример, из которого можно сделать в каждой конторе что-то свое, чтобы такие же сисатмины могли не изобретать велосипед. Поэтому эта программа лежит на GitHub, тут тоже ничего не изменилось. В этом году вышла ее полностью переработанная версия на новой версии драйвера компании Atoll, которая переписала его настолько с нуля и заново, и никак не похожа на предыдущую реализацию. То есть весь API полностью поменялся. Поэтому для того, чтобы с девятой версии на десятую версию драйвера перейти, пришлось почти с нуля написать программу кассовую. Что я сделал, в общем-то, и на GitHub эта вторая версия лежит. Поэтому если, допустим, вы... А я знаю, что кое-кто интересовался, и даже точно знаю, что забирал и адаптировал мою программу по своей конторе. Если вы этим пользуетесь, и у вас есть проблемы с тем, что в 2020 году Atoll перестанет поддерживать девятую версию драйвера, можете воспользоваться моими наработками для того, чтобы создать следующую версию уже своей программы. Это общедоступно. Кассовых аппаратов Atoll у меня очень много, поэтому под них я и писал программу. Все они работают прекрасно. Сейчас уже я перешел на десятый драйвер и написал новую версию кассовой программы. Она выложена на GitHub. Каждый желающий может ее скачать. Так что, пожалуйста, очень легко гуглиться по запросу Atoll54FZ Linux. Сегодня я впервые посмотрел перевод фильма Revolution OS. Ну, видимо, речь про мой перевод. Мне перевод понравился, сделан на высшем уровне. И у меня появился вопрос. Ваша система, она же Unix? Она распространяется по лицензии GNU-GPL? Ну, я мог бы коротко ответить, но лучше отвечу подлиннее. Во-первых, Unix как таковой, как торговая марка, никогда не распространялся по лицензии GPL. Первой Unix-подобной операционной системой, которая стала распространяться по GPL, был Linux. И Linux, он сделан, скажем так, на базе другой Unix-подобной операционной системы, Minix, которая не распространяется по GPL. Просто Linus Torvalds, если по-фински говорить правильно так, Linus работал на Minix, он его достал, и он решил написать свое собственное ядро, которое уже стало open-source и free-software. Тем не менее, до этого Unix-ов было великое множество. Это был AT&T Unix, был Labs Unix, это был BSD Unix, это был, в конце концов, тот же Minix, это были Sun Solaris, ну и так далее. Можно еще вспомнить Sko Unix, Microsoft-овский Xenix. Никто из них не распространялся по GPL. Моя система когда-то строилась на базе ядра FreeBSD, и она тоже не распространялась по лицензии GPL, потому что BSD распространяется на лицензии BSD. Сейчас она строится на Linux, и, соответственно, та часть кода, которая была написана там третьими лицами, а не мной, распространяется по лицензии GPL, спору нет. Софт, который пишу я, распространяется по разным лицензиям, если это для внутреннего использования, то это какое-то яула, если это выкладывается на GitHub, то, как правило, это GPL V3. Но лицензия на Linux никак не обязывает меня ставить какую-то определенную лицензию на софт, который я для этого Linux пишу. Поэтому ваш вопрос, я как бы подозреваю, что вы задаете его потому, что, дескать, тогда я должен открывать свой код. Интерпретируйте лицензию правильно. Нет, я не должен в этом случае открывать свой код, потому что я не вношу изменения в Linux. Я беру его за основу и накатываю на него сверху свой софт, свои собственные там какие-то части рабочего стола, части панели задач, прикладные программы и так далее. Я не изменяю то, что там уже есть, поэтому я не нарушаю лицензию GPL тем, что не выкладываю свои изменения. Я их вообще туда не вношу. Я не знаю C, поэтому я не могу вносить изменения во все это. Но потом я на другом языке программирования пишу свой софт, и вот он уже распространяется по той лицензии, в которой я захочу. И речь только про Linux. Все остальные операционные системы, не все, конечно, многие еще системы распространяются под GNU GPL, в том числе и ReactOS, который вообще не Unix ни разу, а это Windows совместимая операционная система. Но, тем не менее, большинство, подавляющее большинство Unix систем распространяются под совсем другими лицензиями. И куча софта, поставляющегося в составе Linux, тоже распространяются под совсем другими лицензиями. Там и BZip, и SDL, и LibZ, и UX-ов, это, по-моему, лицензия MIT, ну, могу ошибаться. Но, тем не менее, лицензия MIT, там есть куча софта, лицензия Sun CDDL, лицензия Apache. Короче, лицензий великое множество. Так что надо разбираться. Юридически там все не так уж просто. Кроме того, я писал кое-какие игры, но они настолько простенькие и интересные только мне, что их вообще не стоило никуда выкладывать. Ну и, наверное, вот как было на ближайшем стриме, меня спрашивали, когда же я выложу свой собственный нетворк, менеджер для Linux, потому что они всем не устраивают, не только меня. Это, наверное, будет сделано в самые ближайшие дни, потому что он, в общем-то, готов, раз есть спрос, почему бы не выложить. Ну, так, в общем, наверное, это все из того, что можно было бы упомнить. Что я планирую создать в следующем году? В следующем году все так же есть определенные специфические программки, которые надо писать. Сейчас я думаю о том, чтобы повторить функциональность очень дорогого подписного продукта компании Cisco, который называется Umbrella. в девичестве он назывался OpenDNS, потом Cisco его купила, переименовала в Umbrella. Они его продают за 300 тысяч рублей, естественно, в год. Ну, то есть, это подписная лицензия, которая ежегодно обновляется за вот эту сумму денег. При этом, по сути, это DNS, который перехватывает все запросы и фактически просто фильтрует их на основании каких-то там своих алгоритмов, как правило, просто списков белых и черных. Поэтому нет ничего сложного в том, чтобы реплицировать эту систему. И сейчас, чтобы сэкономить вот эти вот деньги, в принципе, достаточно незначительные, конечно, но все равно приятно. Я думаю сейчас попробовать сделать свой собственный сервис такого формата. Этим... Ну, то есть, я планирую закончить к лету. Не знаю, когда я этим займусь, но так или иначе у меня есть дедлайн, до которого я должен успеть. Там не требуется полгода разработки. И понятно, что таких сервисов еще навалом. Но, опять-таки, я буду делать его специфично для тех нужд, ради которых это все затевается. Поэтому не знаю, будет ли это интересно еще кому-нибудь. Но это, скорее всего, так или иначе будет доступно. Примерно так. Мейс Винду пишет. Привет, Дим. С наступающим тебя. Смотрю твои обзоры уже 8 лет к ряду. Твое творчество – пример того, как много может сделать увлеченный человек. Спасибо тебе за твои труды. Интересует меня твое личное мнение по такому вопросу. Как ты считаешь, сможет ли сообщество open source и free software в будущем повлиять на развитие отрасли в сторону большей ее открытости? Появятся ли в конечном счете свободные драйвера для массовых устройств? Сможет ли мировое сообщество энтузиастов сломать хребет проприетарщикам, разрывающим отрасль на куски? Ну, я не вижу, чтобы была именно такая картина. По-моему, тут все обстоит несколько иначе. То есть, производители железа прекрасно знают, кому это железо продается. Кто обеспечивает такую долю рынка, которая окупит тех же драйверов. То есть, написание драйверов для этой самой доли. И наоборот, соответственно, допустим, есть еще какая-то ниша. Но стоит ли эту нишу учитывать? То есть, принесет ли она столько денег, сколько труда нужно вложить, чтобы, так сказать, вот те же драйверы написать? И если, допустим, говорить о каких-то карточках рейд-массивов, то драйверы для них пишутся для Linux непосредственно производителями этих карточек. Просто потому, что производители карточек прекрасно знают, что это будет стоять в серверах. Сервера будут, скорее всего, на Unix. Давайте напишем драйверы для всего этого. Если это, допустим, какая-нибудь видеокарта, ну, пример неудачный, потому что и AMD, и NVIDIA все-таки выпускают драйверы, как минимум, для Linux, то ситуация несколько иная, потому что тут надо понимать, 97% ваших потребителей, это будут пользователи Windows, на это имеет смысл тратить ресурс. Потратить такой же ресурс на то, чтобы охватить еще 3%, ну, любой экономист покрутит у виска и скажет, что, конечно, никакому отделу программирования не позволят заниматься подобной растратой средств. Но так уж получилось, что очень многие серьезные анимационные, те же студии, там, Disney, Pixar и так далее, и так далее, и так далее, они сейчас используют ПК, они используют вполне обычные видеокарты. Не только, но и их тоже. И, как правило, у них там используется либо Linux, либо что-то около Linuxовое. Поэтому не было бы драйверов под эти видеокарты, под Linux, не было бы, соответственно, массовых закупок этих устройств. И вот тогда, при той же самой доле Linux на рабочих станциях у каждых конкретных людей, драйверов бы не было. Потому что не важно, что эти люди существуют. Важно, что существуют группы крупных компаний, которые приносят большие деньги. Все через спрос. Пока будет спрос, будет предложение. И тут не надо ломать никакой хребет. Само по себе движение Open Source на это не влияет. На это влияет экономическая обстановка. То, что Linux так развивается, обусловлено исключительно тем, что это кому-то нужно, что на этом завязаны большие деньги. Вот поэтому он так развивается, так популярен, и потому среди Unix систем он, безусловно, выделяется в лидеры. Ну, изменится в этом вопросе, что-то будет другая картина. Но на это повлияют скорее крупные корпорации, чем мелкие пользователи или некоммерческие организации. Вот так. Александр Мытарев пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Поздравляю вас с наступающим, нужно сказать, десятилетием, с новым 2020 годом и пожелать всего самого наилучшего в карьере и в жизни. Ну, сразу надо оговориться. Новое десятилетие пока не наступает. Вы же не считаете, что вам начинают продавать второй десяток яиц, начиная с десятого яйца. С одиннадцатого яйца начинается второй десяток яиц. То же самое и здесь. Будем праздновать наступление нового десятилетия в следующем выпуске вместо новогодних передач на ТВ. Дай бог ему состояться. И хотел бы задать вам два вопроса. Как вы относитесь к новому противостоянию AMD и Intel? В СМИ поговаривают, что у AMD настолько дешевые и мощные процессоры, что Intel ради устойчивости на рынке скидывает цены на новые модели процессоров и перезапускает старые модели, завершенные еще в 2015 году. Например, как Pentium G3420. Ну, сразу скажу, да, это действительно происходит. Они действительно возрождают процессоры времен 2013 года. И каждый фанат Intel должен благодарить AMD за то, что AMD существует. Потому что благодаря AMD Intel, так сказать, видит края. То есть, они все-таки не буреют, не задирают цены, не выпускают откровенно плохие процессоры, потому что AMD в этом случае мгновенно вырвется вперед. Дышащий в спину AMD полезен фанатам Intel очень даже. Что же касается фанатов AMD, то их можно только поздравить. Действительно, в этом году у них потрясающие успехи. Конечно, процессор Ryzen появился раньше, но тенденция нарастает. И в этом году определенно можно сказать, что даже вот чисто смотря на маркетинговые отчетности, на финансовые отчетности, на вообще на рост доли AMD на рынке процессоров, они обычно колебались между 7 и 13 процентами. В этом году их доля дошла до 30 процентов. Это гигантский скачок. И, конечно, Intel не может оставаться в стороне, не может не реагировать. Причем реакция у Intel в основном довольно неуклюжая. Интересно, что будет происходить дальше, но все, что будет в рамках этих событий происходить, однозначно будет позитивно, как для тех, кто пользуется продукцией AMD, так и для тех, кто ей не пользуется, потому что все остальные тоже обязаны реагировать позитивно для покупателя. Так что да, к новому противостоянию AMD и Intel я отношусь только положительно. AlphaSkillTapachik пишет. С Новым Годом, Дмитрий! Хотелось бы узнать, сформировали ли вы свое мнение по поводу процессоров на архитектурах семейства Zen? Zen, Zen+, и так далее. И если да, то какое же оно? Также хотелось бы узнать, какие у вас планы на Кремниевые Титаны? Сколько будете их продолжать и в каком направлении? Имеется в виду характера IT-комбаний, о которых ведется повествование. В ближайшее время будете ли развивать шоу? А еще было бы интересно узнать, как вы относитесь к Death Stranding. Спасибо вам за ваше творчество и всего вам самого наилучшего. Спасибо за вопрос. Ну, что касается отношения к архитектуре Zen, оно сугубо положительное, потому что, понимаете, как я уже сказал, AMD должно конкретно давить на Intel. И оно, оно, то бишь AMD, это активно делает. Очень хорошо, что вышел Ryzen, потому что Ryzen успешен, Ryzen получился качественный, Ryzen хорошую конкуренцию составляет Intel. Илтон пока не то чтобы сделал какой-то принципиальный скачок в ценах или качестве своих процессоров в качестве ответа AMD, они скорее сейчас бьются в некой такой странной истерике, выпускают Core i9 непонятно для кого предназначенный и так далее. Но это все-таки результат, и он будет развиваться. Более того, то есть если, как я уже говорил, AMD это компания важная как для ее поклонников, так и для поклонников ее конкурентов, потому что конкуренция выгодна всем. Но тем не менее, я в этом вопросе пошел дальше. Если раньше AMD наблюдал исключительно как о выпуске нового процессора, хорошо, сейчас можно будет взять новый iCore. Но вот теперь я в свой рабочий комп поставил Ryzen 2500, поставил к нему 16 гигов памяти, DDR4, это мой первый компьютер с DDR4 памятью, несмотря на то, что она уже несколько лет как активно используется, и уже анонсирован DDR5. Но тем не менее, вот я только сейчас подоспел. И мне там все нравится. В общем, была проблема, когда только появился Zen, архитектура была еще сырая, виртуальные машины использовать на Ryzen было невозможно, они постоянно глючили, падали. Эта проблема решена. Ryzen это просто быстрый, недорогой процессор, что хорошо. Последний раз я пользовался AMD-шными процессорами вместо Intel-овских во времена AMD64 Athlon. Ну, то есть, когда Athlon 64 появился и просто был лучше, чем соответствующие Intel. Сейчас, видимо, наступит, скорее всего, ненадолго, но все же наступит эпоха Ryzen. Процент владения рынком у AMD явно на это указывает. То, что популяризация есть. Если в начале этого года доля AMD составляла порядка 13%, потом достаточно бурно отмечалось, что она выросла до 14%, она доросла уже буквально до 17% летом этого года. И вот сейчас, на момент декабря, ну и правильнее сказать, на момент октября, тогда выходила последняя отчетность, доля рынка процессоров AMD составляет 30%. Это гигантская сумма, совершенно непостижимая для такой компании, которая относительно Intel ничтожно мала. Ну, тем не менее, то есть вот есть такой результат. Это результат просто сумасшедший. Ясно, что сейчас Intel будет бросать то жар, то в холод. В конце концов, они выпустят очередной очень хороший продукт и снова все выйдут на Intel. Но AMD нам для этого и нужен. А прямо сейчас, я бы сказал, AMD просто более хороший выбор. Еще месяц назад, отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что если вы хотите, тем не менее, самое топовое, перетоповое железо, то все равно надо брать Intel Core. Скорее всего, i9 из последней самой итерации. Но вот сейчас, месяц спустя, уже и это ставится под сомнение. Как я понимаю, сейчас последние версии Ryzen, 3900 и так далее, эти процессоры во многих тестах, во многих реальных, ну, тесты не имеют большого значения. Главное, во многих реальных повседневных задачах действительно оказываются быстрее, чем Intel Core i9, причем ощутимо. Видео рендеринг, трехмерное моделирование, какие-то вот такие задачи, вот для них Ryzen сейчас лучше Intel. То есть топовый Ryzen, он будет быстрее топового Core и все, никаких конкурентных преимуществ у Intel нет. В играх по-прежнему получается, что Intel Core топовый будет быстрее топового Ryzen, потому что у Intel, я бы сказал, традиционно производительность Per-Core выше, чем у AMD, а у AMD на данный момент, опять же, традиционно производительность Per-процессор выше, чем у Intel. То есть производительность одного ядра традиционно за Intel, и те приложения, которые традиционно используют меньшее количество ядер, лучше работают на Intel, и наоборот, многоядерные задачи лучше делаются на AMD. Поэтому под серверы, под веб-серверы, под математические серверы я рекомендую Ryzen, под игры я, тем не менее, рекомендую Intel Core, но если хочется сэкономить и купить Ryzen, вы, скорее всего, не получите ощутимой разницы, или она будет достаточно невелика. Ну и на этом, как бы, пожалуй, все. Самое главное это то, что сейчас AMD можно купить, он решит все ваши задачи с той или иной степенью успешности, по многим пунктов, по многим из пунктов обходя Intel. Так что это очень круто, я очень рад, сам вливаюсь в это движение. Надолго ли? Не знаю, но сейчас явно время брать Ryzen. Обязательно третьего поколения. Ну, я вот взял второго, то есть я взял Ryzen 2500X, но я-то взял Ryzen 2500X исключительно для того, чтобы у меня завелась одна мамка, которая не понимала Ryzen 3600, другой процессор, который был у меня в тот момент в руках. Я поставил 2500, он включился, я обновил BIOS, он стал понимать третью серию Ryzen, после этого я поменял процессор и все заработало. Но был еще такой нюанс, что память мою тоже та мамка решила не понимать, поэтому пришлось купить память попроще, после перепрошивки понялась память побыстрее, и у меня в результате на руках оказался ненужный Ryzen 2500X и ненужная 16 гигабайт памяти 3200, вторая память была 3333. Но я решил не пропадать же добру, купил еще и Mancubet это дело и в свой рабочий комп пересобрал. То есть мой GeForce 680GTX сейчас трудится на Ryzen 2500, 16 гигамет DDR4 памяти, и получается, что сейчас уже видюха не раскрывает процессор, а не наоборот, как это бывает гораздо чаще. Так что, может быть, можно подумать будет потом о замене этой видюхи. И второй вопрос. Как вы относитесь к новому закону, который подписал президент о предустановлении отечественного ПО на ввозимую из-за бугротехнику и как это отразится на компаниях наших и иностранных, пользователях и к чему может привести? Еще раз поздравляю с наступающим. Здесь тоже не происходит ничего нового. Это абсолютно нормальная общемировая тенденция. Закон такой в принципе не требовался, но решили закрепить законодательным. Пожалуйста. Практически в любой стране есть определенные требования, гласно или негласно предъявляемые к технике ввозимой из-за бугра. И в России эти требования предъявляются уже очень давно. Если вы купите какой-нибудь общеизвестный телевизор, который продается в том числе и в России, но купите его в Китае, то увидите, что там совсем другой набор софта. Это могут быть какие-то китайские сервисы видеоовещания, китайский поисковик в интернете и какие-нибудь клиенты китайских социальных сетей. То же самое абсолютно происходит и в Америке, и в Канаде, и в Германии, например. В России это тоже происходит. Если вы покупаете у нас телевизор, то скорее всего там будет предустановлен поисковик Яндекс, там будет предустановлен какой-то клиент почты, вероятно, Mail.ru. Это, кстати, конечно, реже встречается конкретно на телевизорах. Практически наверняка там будет зато сервис видеоовещания Иви. Если вы купите смартфон, какой-нибудь тот же Дексп, наверняка там уже будет предустановлен антивирус Доктор Веб, наверняка уже будет, если не Яндекс браузер, то по крайней мере Яндекс будет выставлен дефолтным поисковиком в том же Google Chrome и так далее. Это обычная тенденция. Непонятно, зачем ее решили закрепить законодательно, но ни на что это не влияет. Все останется так же, как было. Как вам Debian 10? Я художница и мне там очень сильно не нравится Вейланд. Он с графическими планшетами работает плохо. Как вам вообще идея отказа от Иксов? Ну, что касается Вейланда, может быть, не так и страшен черт, однако, вот вы говорите, что еще он плохо работает с планшетами, и это уже проблема. Я пока побаиваюсь Вейланда. Хотя, к тому же проводу, например, Вейланд очень нравится, а Иксы очень не нравятся. И причина не очевидна. Она заключается в безопасности. В Иксах вы фактически из любого окна можете узнать о координатах, о положении другого окна. В Вейланде все изолировано. И с одной стороны программистам сложно, они не могут позиционировать себя относительно чего-либо, но с другой стороны никакое злоумышленническое окно не прочитает данные другого окна. Вопрос в том, что вам важнее. И в этом смысле я полностью за Иксы и полностью против. Вейланда но я видимо в меньшинстве. Александр спрашивает считаешь ли ты, что интернет распадется на отдельные сегменты? Что-то вроде китайского только в углубленной версии. В каждом сегменте будет свой Facebook, YouTube и тому подобное. Связь между сегментами будет практически отсутствовать. Ну сразу отвечу, что нет, я так не думаю, это просто не нужно делать. Уже сейчас это по сути так. Если вам кажется, что вы видели американский интернет, то вы его не видели, потому что не искали. На самом деле там действительно все несколько по-своему. И тот же Facebook, вы в Facebook существуете уже в некотором изолированном обществе, абсолютно точно относящемся к Рунету, просто потому, что не пытаетесь искать дальше. Вконтакте вообще чисто русскоязычная сеть, несмотря на то, что он, конечно, поддерживает и другие языки. Там есть граждане, в том числе и американские, но в целом и в общем ВК это ВК пользователи и так прекрасно сами себя изолируют. Им для этого не нужна какая-то там конъективная недоступность. Так что нет, не думаю, что что-то изменится. Все будет примерно так же, как сейчас. То есть и так полная, но при этом абсолютно добровольная изоляция. Какое ты видишь будущее у Cloud Computing? Честно говоря, не думаю, что что-то опять же изменится. Это нишевая вещь, которая вроде как кем-то используется, если она нужна хорошо. Но если говорить о Cloud Computing как о том, что там хранятся данные пользователей, то это будет, конечно, тенденция на увеличение хранения именно таким образом пользовательских данных. Все меньше они будут храниться локально, все больше в облаках. Это неизбежно. О том, хорошо это или плохо в принципе мной тоже уже довольно многое сказано. Лично я как-то если буду строить облако, то только свое собственное сам. Но многие мои знакомые пользуются чужими облаками, считают, что это вполне удобно и стоит тех рисков, которые это собой несет. Что ты думаешь насчет Reset AirSocket? Ничего не думаю. Не знаком с этим. Ссылку вы, конечно, скидывали, но ознакомиться с ней не имел возможности. Что ты думаешь насчет бага 2038? Кто на нем наварится? Ну, да, я знаю, что такое баг 2038. Ближе к этому времени станет понятно, но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что это будет похоже на ту истерику, которая была по поводу ошибки 2000, потому что тогда народ был в целом не сведущий. Сейчас все пользуются компьютерами, все прекрасно в них навигируют. Будут какие-то проблемы с патчингом софта, но я думаю, что задолго до наступления 2038 года эта проблема решится так или иначе, поэтому, скорее всего, ее толком никто и не заметит. Навариться на ней уже вряд ли получится. Что вы используете для написания скриптов помимо баш? Я пишу консольные программы на гамбасе и это очень хорошо работает. Это абсолютно полноценный современный язык программирования, при этом можно писать консольные утилиты очень быстро, не требуется ни знания C, никакие ограничения баш вам не страшны. Прекрасно работает в любом линуксе. Один минус, это не работает на FreeBSD, но мне на серверах это все и не надо. На серверах мои скрипты на баш очень простые и их хватает. Каково ваше мнение о так называемом глобальном интернете, предложенном тем же Илоном Маском и аналогичным ему идеям? Насколько идея осуществима и реализуема в наших реалиях? Какие могут возникнуть проблемы при реализации задумки с политической точки зрения? Наверное, сразу можно на этот вопрос ответить. Я считаю, что глобальный интернет в целом задача достаточно сложная, но в общем, наверное, со временем осуществима. И политические проблемы у него ровно те же самые, что у самого обычного текущего интернета. Я не думаю, что это какие-то неразрешаемые фатальные проблемы, так что, в принципе, ну, пусть попробуют развернуть, будет хорошо. По-моему, осуществимо. Слава КПСС пишет Доброго наступившего 2020 года глубоко уважаемый Дмитрий. Пишет вам ваш стареющий коллега сисадмин, помнящий еще пищание ZX Spectrum. Уже много лет смотрю, как ваше шоу. И уже не по одному разу. Недавно мой друг Саша устроился в одну крупную компанию Ростелеком, техником. До этого работал всем, но не с ПК. Попросил понатаскать. Помог ваш цикл сетевые технологии. За что огромное вам спасибо. Приятно, когда рекомендуешь действительно качественно созданный, качественно поданный материал и помогаешь людям. Появляйтесь, Дмитрий, почаще, с железными детективами и любым другим, любыми другими выпусками, чего угодно. Всех благ. Ну что ж, я так понимаю, вопроса здесь никакого нет. Большое спасибо за комментарий. Все это, конечно, приятно слышать. Каждый раз я в определенном смысле вгоняюсь в краску после подобных хвалебных отзывов, потому что наверняка там все не без изъяна, тем более, что есть очень много справедливой критики в адрес того, что я делаю. А сам я подчеркивал всегда и буду подчеркивать дальше, что я все-таки делаю контент развлекательный. Несмотря на то, что это научпоп, в общем-то, не стоит к нему апеллировать как к некому хрестоматийному материалу. Я тоже совершаю ошибки, я тоже говорю не всегда соответствующие действительности вещи, я тоже не всегда делаю факт-чекинг. Все это нужно для того, чтобы было интересно смотреть. То, что это познавательно, это хорошо, но это скорее побочный эффект. И если вам кажется, что вы могли бы опираться на мой материал как на учебный, относитесь к этому с большой осторожностью и перепроверяйте при возможности, потому что все-таки я не настолько стараюсь делать достоверными эти данные, сколько я их просто пытаюсь подавать так, чтобы это было интересно смотреть. И, честно говоря, мне тут не за что стыдиться, потому что, блин, так делают практически все научпопы, начиная еще, наверное, с телевидения конца 50-х годов. То есть, у того же Парфенова есть цикл каких-то исторических передач. тот же какой-нибудь Эдвард Родзинский ведет очень много популярных исторических передач, и он считается типа мэтром этой области, что вот Родзинский самый крутой телевизионный историк в стране. Но вообще говоря, если вы по фактчекаете то, что говорит Родзинский, часто будет выясняться, что он очень много притягивает за уши. И я тоже многое притягиваю за уши. Я зачастую беру два события и преподаю их как причину и следствие, хотя реально это не так, и я заранее знаю, что это не так. Но для повествования было бы удобно эти факты как-то связать, чтобы рассказ получился цельным. В конечном счете вы получаете знания об этих фактах, поэтому ничего плохого не происходит. Но часто я слышу упрек в свой адрес, типа вот вы ошибаетесь, на самом деле это произошло по независимым причинам от этого. Да я знаю, я знаю, что произошло, но так как я делаю развлекательный контент, мне удобнее подать эти данные вот таким вот образом. И так делают все. Я это не выдумал, я этому научился от тех, кто считается лучшими. Так что не вижу в этом ничего плохого, просто предупреждаю относитесь к контенту с осторожностью. Это не хрестоматия, это просто шоу. Что вы думаете о современном VR как технологии? Насколько эта тема вам в принципе интересна, рассматривая ее в разных областях, например в медицине и интерактивных развлечениях? Считаете ли вы существующую технологию чем-то инновационным? Ну и верите ли вы, что в ближайшие пару десятилетий VR сможет стать настоящей виртуальной реальностью, способной погрузить человека в разработанный мир с переносом туда и приемом оттуда сигналов от и в головной мозг, в обход реальных органов чувств. Заранее спасибо за ваши ответы. Рад, что вопрос на ответный ролик вновь состоится. Ну вот он и состоялся. VR, конечно, технология не новая, считать ее революцией сейчас смысла большого нет, ничего особенного в ней не произошло, такого, что сделало бы ее какой-то сильно отличной от того, что было, скажем, 20 лет назад. Но произошел закономерный рост разрешения, производительности и так далее, и так далее. То, что описываете вы, это, конечно, на грани фантастики, это больше этический вопрос, чем технологический даже. Поэтому, я думаю, не в ближайшие там 50 лет следует ждать каких-то там имплантантов в мозг, в обход органов чувств. Но со временем, вероятно, может быть, к этому придут. Перспективы в медицине я пока представляю себе слабо, хотя теоретически это интересно, и такие попытки делались уже не раз. Ну, а в развлечениях VR сейчас шагает полным ходом. Half-Life Alyx выходит только для VR, как я понимаю. И это что-то дозначит. Я думаю, что это такой серьезный milestone, как в свое время Quake 3 вышел только под ускоренную графику и уже не работал софтверным рендерингом. Так, и Half-Life Alyx станет вот таким вот переломным моментом, когда начнут выпускаться игры только под VR. Сейчас есть такие игры, но эти игры не стоят того, чтобы покупать VR ради какой-то отдельной конкретной из них. А вот новый Half-Life возможно для многих таким толчком станет. Посмотрим. Я думаю, что какой-то глобальный перелом вероятно совсем не за горами. Возможно, мы увидим его уже в 2020. Ну, поглядим. По этому поводу я пока с осторожностью. Ну, а что касается контента в интернете, он там, знаете, вреден вообще практически для всех. Вреден в том смысле, что просто голову ненужными знаниями забивает. Я не считаю, что этот контент провоцирует людей на какие-то противоправные действия, во вред себе. Это все чушь собачья. Сначала во всем винили музыкантов, потом во всем винили телевидение, теперь во всем винят интернет. Это полная чушь. Другое познание окружающего мира исключительно в экран компьютера, потому что в интернете бесконечное количество информации, это тоже плохо. С ребенком надо заниматься, это самое главное. Если хотите нормально воспитать ребенка, занимайтесь воспитанием ребенка. Родители очень часто берут, составляют ребенка перед телевизором, несмотря, что он там смотрит, перед компьютером, не проверяя, чего он там делает, не выдавая ему никаких подсказок по этому поводу, никак его не направляя, а потом говорят, во всем виноват интернет. Да нет, мои дорогие, в этом виноваты лично вы. Никто в этом не виноват, ни государство, ни тех, кто делают контент в интернете, потому что он делается не для вас, не для ваших детей. Виноваты лично вы своим действием или бездействием, допустившими поглощение этого контента вашим ребенком. Теперь, если он его поглотил, разбирайтесь сами. Не надо предъявлять по этому поводу авторам контента, потому что есть люди, которые отдают себе отчет в том, что это за контент и хотели бы его потреблять. И то, что у вас не хватает времени на ваших детей, и вы поэтому решили запретить этот контент сразу для всех, подавая петиции, создавая законы и так далее, ну, это, как бы, вы не правы. Это мягко и цензурно выражаясь. Не делайте так. Надо заниматься воспитанием детей, уделяйте им время, делайте для них этот процесс интересным, и тогда Константин Янковой пишет Дмитрий, здравствуйте, поздравляю вас и всех зрителей вашего канала с наступающим или уже наступившим Новым Годом. Желаю счастья, здоровья и успехов. Вопросы. Я работаю юристом и уже не первый год слышу о том, что нашу профессию скоро заменят роботы и искусственный интеллект. Как вы думаете, насколько это реально в обозримом будущем? Способен ли ИИ заменить человека в гуманитарных профессиях полностью, либо частично? Считаю, что нет и не вижу для этого пока никаких перспектив в гуманитарных профессиях ИИ фактически бессмысленный. Ну, как некий вспомогательный инструмент одного конкретного сотрудника некой гуманитарной профессии, он, наверное, может еще как-то помочь и то непонятно как, но заменить собой художника, заменить собой языковеда, заменить собой любую абстрактную профессию, требующую больше фантазию, чем мышление, в определенном смысле, больше эмоционального и такого духовного, с позволения сказать, нежели чисто расчетливого и логического, с моей точки зрения ИИ на это не способен и способен не будет в ближайшее время просто потому, что его даже не пытаются развивать в эту сторону, насколько я могу судить. Так что не беспокойтесь. Юристом робот станет еще не скоро. Наши внуки этого не застанут. Как относитесь к космической программе по колонизации Марса? Что думаете о космической индустрии в целом? Ну, колонизация Марса это хорошо, интересный был бы технический прорыв, так что я за. В целом космическая индустрия штука очень важная для науки, для вообще самопонимания, самоосознания человечества, поэтому было бы плохо, если бы она загнулась. Надеюсь, этого не произойдет слишком быстро. Суверенный интернет есть не более чем дублирование американских DNS серверов на нашей стороне, чтобы, если они отключат, у нас продолжило работать. И все. На этом все. Провайдеры тут вообще ни при чем. Никаких провайдеров это не касается. И никакая кнопка AZ5 для этого не нужна. Она просто будет работать дальше. В отличие от ситуации, если бы мы ничего не делали с этим. Как вы относитесь к тому, что все больше сервисов уходят на облака? Локальные сервера компаний все? Ну, я уже ответил на этот вопрос. И опять же, то есть локальные сервера компаний тоже никуда не делись. Просто зачастую разворачивание сервиса на собственной площадке это долго, сложное и дорого. Зачем, если это за вас уже сделано? Просто заплатите немножко денег и получите сразу готовый продукт от бета-тестированной тысячами людьми до вас. Логично же. Вот поэтому облачные сервисы популярны. Не больше, не меньше. Ubuntu решила отказаться от 32-битных приложений. По-моему, еще это хотят сделать или CentOS или Arch, не помню. Что будет дальше со старым софтом? Я боюсь, что другие крутые дистрибутивы пойдут на это же. Я очень люблю игры от Sierra и Luros Arts. Видимо, Lucas имеется в виду. Боюсь, что они не будут запускаться. Но бояться этого не стоит. Фактически Debian Ubuntu и другие дистрибутивы строители собираются сделать вполне современный шаг. Они собираются перестать собирать свой софт, держать в своих дистрибутивах, в своих репозиториях софт, собранный по 32-бита, что никак не отнимает, не умаляет возможность запускать 32-битный софт под этими системами. Бояться ничего не стоит. Старые пакеты в основном работать продолжат точно так же. Так что это не проблема. А отказываться от распространения изначально 32-битных дистрибутивов, ну это правильное решение. Сколько можно уже поддерживать эту архитектуру? Фактически она уходит в небытие, она уже мало что может, мало соответствует современным реалиям. Вы уже не поставите современный Windows на машину в 32-бита с достаточным количеством оперативной памяти, чтобы было комфортно в этом современном Windows работать. Но это и Linux касается. То есть сейчас веб-браузинг на 4 гигабайтах оперативной памяти лично для меня невозможен. А значит веб-браузинг невозможен на любой 32-битной системе. А значит нет для меня больше 32-битных систем. Но для меня все еще есть многие популярные 32-битные приложения. Так что тут большая разница. И с этим пока никто ничего не делает, слава богу. Тем более что поддерживать обратную совместимость между 32х и 64х ну в общем относительно просто. Поэтому я думаю это уйдет еще не скоро. То есть это не то же самое что поддерживать как NetBSD кучу архитектур. Тот же Spark тот же PowerPC и так далее. Тут все гораздо проще. Поэтому я думаю обратная совместимость в ближайшие уж лет 10 точно никуда не денется. Zeki 1991V пишет Здравствуйте Дмитрий с наступающим и спасибо большое за ваше творчество. Начал смотреть вас незадолго до 16 бит. Вопрос как относитесь к твердотельным накопителям? Каких объемов они стоят в вашем основном ПК? И смогут ли SSD заменить ближайшие лет 5 полностью жесткие диски в том числе и на серверах? В последний год они в разы подешевели в современных сборках люди периодически таки отказываются от HDD. Твердотельные накопители проделали за последние два года огромный путь. Огромный путь. И невозможно отрицать, что они сейчас действительно стали доступнее, они стали достаточных объемов и так далее. Дошло до того, что сейчас в моих небольших сборках компьютеров, которые делаю я, они действительно вытеснили жесткие диски, потому что они тупо дешевле. Мне зачастую для моих терминалов просто не нужны большие объемы, а жесткий диск объемом меньше 500 гигабайт сейчас и купить-то трудно в больших количествах. При этом мне нужно реально из них всего гигабайт 16. Ровно на 16 гигабайт M.2 SSD стоит 800 рублей. Дешевле, чем полутерабайт на винчестер. Покупается такая SSD-шка, ставится в маленький компьютер, в результате он меньше греется, он меньше шумит, он быстрее работает и мне всего хватает. конторские деньги. В моем домашнем компе стоит скромная 500-ка, причем какая-то ноунеймовская китайская типа Kingspec кажется она называется, это Алиэкспресс, и стоит она там уже больше года, полет нормальный, претензий нет, китайцы научились делать быстрые и надежные SSD-шки, по серверам у меня их расписано несчетное количество, десятки, десятки самых разных SSD-шек, Samsung, Kingston, ноунеймов и так далее. Сейчас у меня лежат вот рядом со мной две Hewlett Packard полутерабайтные SSD-шки, доставшиеся мне почти бесплатно в заводских упаковочках, собираюсь из них собрать зеркальный рейд для хранения, не для себя конечно, и это показатель того, что да, винты потихоньку становятся не нужны. Терабайтная SSD-шка сегодня стоит дороговато, но она есть, купить ее можно. Что касается серверов, я не понаслышке знаю крупные финансовые организации, у которых серверный парк насчитывает сотни машин, и серверная у них далеко не одна, очень много где стоят SSD на 4 терабайта. Такие не продаются в розницу, однако у них они в промышленном виде применяются уже давно, они стоят сумасшедших денег, но тем не менее, то есть это люди, которые ставят цену меньше, ниже всего, то есть не обращают внимания на цену, им главное это производительность и надежность, они доверяют SSD так же, как до этого доверяли сериал о Touched Skyzy диском, а это все-таки даже не SATA, это о многом говорит, я ориентируюсь на этих людей и готов сказать, что да, жизнь HDD в ближайшие тем более 5 лет, как вы предлагаете ставить вопрос, сочтены их дни, они доживают свое. Акропот пишет, добрый день Дмитрий, первый вопрос, недавно вскрывал нетбук с целью ремонта клавиатуры и к своему изумлению обнаружил, что там вместо нормальной матплаты кусок планшета с распаянным на нем разъемом, и вот вопрос, не вытеснит ли System on Chip устройство все остальное, по-моему это уже произошло, Intel Core и AMD Ryzen это вполне себе сок, это честно про них написано да хотя бы в биосе зайдите посмотрите то есть это сок у него набортный контроллер памяти у него набортный видеоадаптер у многих из них есть набортные эзернеты в общем и целом это сок так что да уже вытеснил ну я понимаю вы подразумеваете не это вы хотите сказать что материнская плата не будет нужна вообще и все будет внутри процессора будет я убежден что будет еще некоторое время пройдет и будет потому что процессорам больше и развиваться то особо некуда вот только в эту сторону будут развиваться в многоядерность и в добавление на кристалл функциональности вот так и будет василий спрашивает дмитрий с наступающим скажите пожалуйста скажи пожалуйста что думаешь о докере и всей его экосистеме пользуешься ли им в работе или своих проектах нет не пользуюсь как-то не приходится думаю что ну это нишевая тоже штука ну кому-то нравится вот работать с подобными контейнерами люди с ними работают я отрицаю виртуализацию поэтому большому счету как бы мне туда дорога не лежит но это нужная вещь сделана она судя по отзывам хорошо Игорь Вальченко спрашивает добрый день Дмитрий какие субэдеты используешь и на каких ОС я сам администратор баз данных специализируюсь на Firebird я использую конечно я везде использую MySQL в корпоративном сегменте я использую Oracle он у меня есть и на CentOS и на Windows 2019 ну вот собственно наверное и все как-то Postgres у меня был в одном месте Postgres но как-то я его администрировал администрировал да и все и отдал не знаю ну то есть ничего особенного не случилось просто просто стало неинтересно Константин в скобочках Таганка пишет вопрос два назови поварятку на свое усмотрение от лучшей к худшей ОС я совершенно так не могу относиться ни к чему но тем не менее WinXP 7 10 NT macOS OS2 Linux MS-DOS iOS Android Unix TRDOS Amiga OS свой вариант ну вот из перечисленного у всех у них совершенно разные задачи разные ниши применения как можно например TRDOS сравнить с OS2 или как TRDOS сравнить с Windows 10 как опять же вы пишете Windows NT но и XP и 7 и 10 это все Windows NT вы пишете отдельно Unix но Unix огромное подмножество при желании даже Linux туда можно как-нибудь упихать а вот iOS это совсем чистокровный Unix гораздо более чистокровный чем Linux Android в свою очередь это тоже Linux ну и так далее в общем вопрос на самом деле задан сложно что касается Amiga OS это вообще очень нишевая операционная система для вполне конкретного компьютера и ее невозможно ни с чем сравнивать потому что мало что работает на той Amiga кроме нее и сама Amiga OS мало где работает кроме как на ней так что как-то это сравнивать сложно Windows XP в свое время был весьма себе прорывной операционной системой 7 превратила NT в Ubuntu в определенном смысле что тоже хорошо но вообще-то до нее это сделала Vista десятка теперь вот понабралась всякой гадости конечно но в ней тоже есть достаточное количество плюсов это невозможно не признавать я может быть даже и сам в будущем году уже оставлю семерку и перелезу на десятку просто потому что мне нужны новые фичи эти системы слишком разбросаны по годам выпуска по областям применения по отношению к определенным семействам их нельзя сравнивать никаким образом Владимир Рыбаков пишет здравствуйте скажите пожалуйста как полностью и надежно выключить все шпионские фишки Windows 10 без модема или если это невозможно то с какого дистрибутива проще начать осваивать Linux ну что ж хорошая радикальная мера да это абсолютно невозможно сделать я пробовал кучу софта которые рекомендуется для того чтобы в дополнение к официально существующим выключателям отключать всякую слежку которая никак не документирована но и это по сути на TCP дамп практически не влияет то есть проверка очень простая вы берете систему Windows вы берете выключаете все что можно включая галочки которые стоят в стороннем типа хакерском софте а потом просто заходите на свой маршрутизатор к которому подключена ваша машина с Windows 10 выходящая в интернет и смотрите какой реально трафик с нее летит после этого медленно выдыхаете и ставите Linux потому что так жить нельзя лучше всего осваивать Linux с 0 человеку который полностью привык к Windows пожалуй с Kubuntu то есть это KDE в которой в общем все будет привычно для человека которому Windows 10 мила и близка это мое мнение со мной вероятно многие не согласятся но тем не менее хотите моего совета мой совет Kubuntu Александр пишет Дмитрий с наступающим 2020 годом желаю вам крепкого здоровья счастья успехов в работе и творчестве как вы считаете заменят ли x86 64 на ARM в настольных ПК и ноутбуках в ближайшее время какое будущее ждет x86 64 и ARM на ваш взгляд заменят ли смартфоны и планшеты ПК на ноутбуке а ПК и ноутбуки среднестатистическим пользователям спасибо но на мой взгляд ARM он не совсем про PC Master Race ARM он больше про эффективное энергопотребление слабенькое тепловыделение и так далее ARM про эффективность миниатюрность и так далее поэтому ARM сейчас не способен заменить ПК просто не способен в том виде в котором он сейчас производится и продается ARM это скорее для тех кто хочет получить устройство которое очень долго работает от батареи и при этом дает неплохую производительность потенциал у ARM гораздо больше и я думаю что ARM просто он в принципе без труда вытеснил x86 с планшетов он сейчас не сказать что прям вытесняет но скажем так появляется объявляется на ноутбуках вытесняет оттуда x86 очень медленными темпами но тем не менее это происходит тот же Microsoft Surface который использует Windows ARM который в общем нафиг никому не нужен но тем не менее он есть он продается это вот все показатели думаю что большие ПК когда они загнутся они загнутся когда на них еще будут ставить x86 процессоры так что ничего страшного не произойдет на этом видимо все подошел к концу этот новогодний выпуск закончились вопросы и ответы заканчивается 2019 год а возможно для тех кто смотрит это видео сильно позже для них уже давно идет 20 или даже какой-то следующий год но тем не менее для тех кто смотрит 31 декабря 2019 года это видео я хочу пожелать всего самого светлого здоровья самое главное побольше времени и сил на все про все не терять это самое время не лежать на диване заниматься какими-нибудь свершениями лишь бы было интересно ну в конце концов попусту потраченное время которое потрачено с удовольствием это уже не попусту попрачно потраченное время это сказал кажется Джон Леннон давным-давно я полностью разделяю его точку зрения всего вам доброго поздравляю вас всех с наступающим 2020 годом увидимся в следующем году пока